Прости меня, мой первый учитель физики. Берем одинаковые магниты и что-нибудь способное крутиться. Приклеиваем магниты равномерно. Пол дела сделали. Батарейка. Нет ничего проще. Прости меня, мой учитель физики. Прости меня, мама. Прости меня, папа. Простите меня все, кто может меня простить. Берем стакан. Вот обычный стакан. Берем соль. Насыпаем соль в стакан. Соль должна быть ядированная, хорошая. Это обязательно. Ну и если нет ядированной, можете взять какая есть, но желательно, чтобы она была ядированная. Думаю, что достаточно. Дальше. Вот это все нужно собрать. Это обязательно. Засыпаем в стакан. Вставляем электрод из меди. Вставляем электрод графитовый. Берем электролит. Это обязательная составляющая. Электролит. Хороший нужно купить электролит на рынке. Заливаем это все в соль. Вот оно булькает. Процесс пошел. Реакция. Все, все, все. Реакция идет. Химическая реакция. Ну что. И лампочку на 12 вольт. Показываем, что лампочка рабочая. Все как положено. Чтоб никто меня не заподозрил в каких-то махинациях. Вот. Лампочка горит. Рабочая. Проверенная. Так. И подсоединяем к электродам. Ну вот. Так что, ребята, батарейки не существует. Это просто мошенничество. Вот и простое доказательство. Никогда батареек не существовало. И не может существовать. Потому что это просто мошенничество. Не горит. Я взял графитовый стержень. Медный. Соль и насыпал. Электролит. А напряжение... Даже тестером сейчас померяем. Эх, эх, эх. Куда смотрит наука? Так. Что там? Напряжение. Меряем. О! А напряжение оно выдает. Вот. 122 милливольта. То есть мы понимаем, что какие-то там блуждающие токи есть. Напряжение. А, даже если я забрал, все равно оно показывает 150 вольт. Это мы ловим энергию эфира. Вот. А напряжения здесь нет. То есть вы понимаете, да? Что батареек не существует. А теперь по серьезному. Я ссылочку поставлю на канал Игоря Белецкого. Я ничего против него лично не имею. Но чисто я вам провел такую маленькую утрированную пантомиму. То, что он делал и якобы доказывает, что никаких свободных магнитных двигателей не бывает. Я точно так же могу доказать и объяснить, что батареек нету и быть не может. Но, конечно, мне сейчас скажут, вот батарейки везде есть, везде на каждом углу продаются. Я сразу же как бы забегаю наперед. Я могу провести, допустим, конечно, я это все специально утрировал. Ну, допустим, есть такой редкоземельный элемент, точнее, не редкоземельный, вообще искусственно выведенный элемент, в химической таблице Менделеева он находится, называется Калифорнией. Кто-то, может, слышал, кто-то нет. Ну, думаю, многое слышали. Один грамм этого Калифорния, по-моему, что-то больше 100 тысяч долларов. Скажите, пожалуйста. Вот я говорю, что его нету, потому что я его никогда не видел. И миллионы, миллиарды людей, которые его никогда не видели. Он находится только в двух местах, в России и в Калифорнии, и он так и называется, Калифорнии. Его вывели там несколько грамм искусственным путем. Химический такой элемент. И я говорю, его не существует, потому что я его не видел. И я его вывести не могу, не могу повторить. Это я к тому, что вот я сейчас только что выложил видео. Если мы неправильно что-то делаем, то есть не соблюдая технологию, так как я тупо вот это взял, мы не сделаем ничего. Многие, то есть, вы знаете, как вот сколько раз был случай, что у Шкодина все-таки были... Да, у Шкодина, не у Дюйнова, у Шкодина. Говорил, что он отдал куда-то свое колесо и пытались его воспроизвели, а запустить не смогли. А почему? А одной детальки он там не указал, что нужно, зачем, как соединять. И оно не работало. Маленькая деталь и работать не будет. Не соблюдена технология. Есть такие понятия, как рецепт какой-то там блюда. Ингредиенты, одно за другим добавляешь. Вроде бы все ингредиенты вы соблюдаете, а неправильное соблюдение... То есть, добавление, это простой пример с рыбой татахуго. Ядовитая рыба, которая ловят в Японии блюда богатых людей в Японии. То есть, она очень дорогая. Но если ее неправильно приготовить, то есть, не доготовить там буквально на несколько там минут. Или переготовить, она становится ужасно ядовитой. Человек просто умирает на месте. Но если ее вовремя, четко по технологии приготовить, она съедобная. Как такое может быть? Рыба она и рыба. Но если ее правильно приготовить, доготовить. И не переготовить, и не доготовить. А четко. Она съедобная. Так же и здесь. Если вы соблюдаете правильно технологию, то БТГ возможен. Но это не значит, что на каждом углу их раздают. И многие задают вопрос, еще раз, я миллион раз объясняю, почему не разрешается там БТГ. Почему не производят теорию эфира? Если признают теорию эфира, что есть эфир, это значит, что мы окружены бесконечной свободной энергией. Бери не хочу. Кто же тогда будет покупать нефть? Да, нефть будет покупать, правильно вы говорите. Пластмасса, там шмасса, всякая херня. Но, как топливо, ее используют уже не будут. А это львиная доля. Топливо, это первое, для чего нужна нефть. Пластмасса, все остальное, это уже второстепенные вещи. Это побочные продукты. А первое, на первом месте, это топливо все. Так вот, если будут признать теорию эфира, что эфир существует, ведь все прекрасно слышали, миллионы раз, может быть тысячи раз, что пустоты, как такого вакуума, уже у сами физики, они по-другому это подошли, через жопу доказывают, что весь мир заполнен темной материей. Потому что в Соединенных Штатах и в Европе, если вы говорите об эфире, вас просто увольняют с работы, там лишают всяких там званий, титулов и так далее. Вас выгоняют, скажут, что вы занимаетесь лженаукой. Там все жестко. Они придумали, как обойти, и теперь эфир, они называются темной материей, что весь мир вместо вакуума заполнен темной материей. Все это слышали, да, так вот это и есть эфир. Они об эфире говорят, они вынуждены, что есть то, что входит как составляющая всего материального мироздания, что нету никакого вакуума, есть эфир, и он везде. И это бесконечная халявная энергия, которая заполняет все пространство. Вот то, что я хотел на сегодня сказать. Так что подписываемся на канал. Я уже говорил, что мы как собираем, как вроде что-то эгрегора. То есть, если соберется очень большое количество людей, как бы многие думают, что, а, что ты можешь повлиять? Большое количество людей меняет историю, меняет все. И чем больше будет, как говорится, подписчиков, чем больше мы покажем, что мы есть определенная сила, что мы вместе, что мы хотим получать энергию из эфира. Это не просто мы подписались, мы единомышленники. Еще раз говорю, мы как бы создаем эгрегор свой. Мы создаем общественное мнение таким образом. Многие просто, почему я этого Игоря Белевского показывал? Это подписчики мне и ссылаются на него, ставят в пример его. Я вам просто показал мое отношение к нему. Я лично к нему ничего против не имею. Я его не оскорбляю, ничего не говорю, что он там такой-сякой. Просто он похож на плоскоземельщиков. Со своими примитивными примерами он что-то пытается опровернуть или доказать. Я только что опроверг, что не существует батарейка. Точно так же плоскоземельщики доказывают на каких-то тупорылых примерах, что якобы земля плоская. Я им написал множество раз, сказал, ребята, есть миллионы снимков, тысячи, десятки, сотни тысяч снимков, как люди на МКС в космосе. Есть прямая трансляция МКС станции. Они говорят, это шоу. Хорошо, пусть будет это шоу. Пусть там миллионы людей трудятся, чтобы рисовать эти все в фотошопе. Хорошо. Покажите, пожалуйста, хоть один снимок вашего купола. Или что, солнце не заходит за горизонт, как оно заходит, а что оно по кругу крутится. Объясните это как. Докажите свою теорию. Докажи, покажите один снимок. Или одного человека, пусть который скажет, вот, видео я снял, как я добрался до купола. Или как они говорят, что земля кружена льдом. Там, покажите это. Не можете. Вы просто мошенник. Ну ладно. Всем всего хорошего. Подписываемся на канал, ставим лайки. Счастья, удачи, процветания. Мы вместе, мы победим. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...